Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам у нас в гостях человек. Для начала две цитаты. «Я злой, я нервный, я нехороший, я неинтересный. Я много думаю о революции или терроризме, и мало думаю о реальности. Нравится ли вам термин «гражданская война»? Мне очень». И вторая цитата. «Я мечтаю о диком восстании. Я ношу разина пугачевского типа восстания в сердце. Потому что не быть мне Набоковым, собирать мне с оголенными старческими велосатыми англоязычными ногами бабочек на лугу». Это две цитаты из одной, я считаю, из лучших русских книг XX века. Это «Дневник неудачника». Ее автор у нас в гостях. И это, как вы поняли, не Владимир Набоков, а Эдуард Лимонов. Добрый вечер, Эдуард. Добрый вечер. Ну вот я, собственно, этими двумя цитатами хотел задать такой некий камертон нашей беседе. Потому что, собственно, думая о вас, о вашей деятельности и поэтической, и прозаической, и публицистической, и политической, конечно, первое, о чем слово, которое я думаю, это «революционер». И вот тут, собственно, в этих цитатах как-то вот этот вот революционный драйв, революционный порыв заложен. Вы себя чувствуете революционером? Революционер – это тот, кто совершил революцию. Ну, почему? Может, замыслил? Ну, замыслил не считается. А в искусстве вы не совершали революцию? Пожалуй, совершил, и даже несколько. Что вы считаете? Когда стали выходить мои первые книги на Западе, то критики писали вот такое. Он пришел и смахнул викторианскую паутину с русской литературой. Вот, например. Мне очень всегда нравилась эта критика. Это из «Уолл-стрит-джорнал». По-моему, дикого времени уже. Это об Эдичке было написано? Это было написано о моих первых книгах. Речь шла. Да, это я, Эдичка. И вот об этой книге «Дневник неудачник». Именно так. Ну, я думаю, что я действительно избавил русскую литературу от викторианской паутины. У нас это была столетняя паутина. С XIX века ее никто не чистил. Выступил в роли эдакого там Селина, который в свое время во французской литературе совершил революцию в 30-е годы. Или Жене чуть позже. Жене, да, но я думаю, в меньшей степени, чем Селин. Он принес необычные табуированные сюжеты. Но Селин больше необычных и табуированных сюжетов. И лексику, и ритмику, и такой взгляд калеки-инвалида Первой мировой войны. Такого пессимиста, но еще поливающего власть. Он привез простой язык в французскую литературу. Вы с самого начала осознавали это как свою некую поэтическую сверхзадачу такую революционную? Или просто писали, как писалось по наитию сердца? Я полагаю, это все дело темперамента. Темперамент очень много значит в литературе. Это, пожалуй, главное, это мотор. Когда вы осознали ваш темперамент? Вот, пожалуй, когда стал писать прозу, перешел от стихов к прозе. И вот тогда почему-то почувствовал свой темперамент. А до этого он проглядывал, но не было так понятно. А ваш поэтический литературный темперамент как-то связан с вашим жизненным кредо, с тем, как вы видели свою... Ну, вот ты, к примеру, вот я читаю вашу биографию и вижу, что в 1963 году, так сказать, из глубин рабочего класса вы уже участвовали в забастовке какой-то. Ну, мы никогда не... В то время никто не надувался и не говорил себе, мы бастуем. Мы просто выходили на работу и не работали три дня подряд, поскольку нам катастрофически срезали расценки, то есть где-то на одну третью. А мы и шли на эту тяжелую работу для того, чтобы зарабатывать деньги. И поэтому для каждого это была целая трагедия. Мы просто пришли, отказывались работать, к нам приезжали всякие чины, даже, по-моему, чуть ли не почему-то не командующие военным округом, не помню зачем, но точно он на нас был. Запугивали, а потом все-таки вот решили обмануть и раздали нам эти... За месяц, как они называются, листы, да, раздали. И там было ничтожно меньше денег. Ну, и мы согласились возобновить работу, обманули. А потом в течение шести месяцев все отламывали, отламывали от нашей зарплаты. И, в конце концов, на то же и ушло. Постепенно люди все равно уволились. Начало напоминает историю Новочеркасски. Там, собственно, почти то же самое начиналось. Да, но у нас было, знаете, это литейный цех. У нас была бригада из 28 человек, цех точного лития, комплексная бригада Столиваров. И мы оказались звеном в такой очень важной цепи, потому что мы отливали коленчатые валы для двигателей. А двигатели официально, они якобы были двигателями для тракторов. А на самом деле они делали какие-то двигатели для соседнего с нашим танкового завода имени Малышева. Поэтому нас расстреливать никто не взялся. И, собственно, мы ничего такого и не делали. Мы требовали своих денег. И решили, что, наверное, разгонять нас дороже будет, а то и не надо. Последствий никаких не было у нас. Никаких, ровным счетом, никого не уволили. Мы потом сами уволились. Ваша рабочая молодость, она для вас важна? Это была какая-то такая рабочая закалка? Важна очень. Я приехал в Харьков, уже где-то, значит, мать еще была жива, да. Это, значит, вот совсем в 2007, что ли, году. И я пошел, и ломали мой завод. И я с эстакана видел, как его огромный железный экскаватор раскачивал какую-то такую железную болванку, ударял в стены завода, и они рушились. И я, ну, я не сентиментальный человек, но я как-то это слезу уронил, потому что был огромный завод серп и молот. Правда, там рядом Харьков вообще очень город огромных заводов. И тракторный завод, там было более ста тысяч рабочих, представляете? На нашем серп и молоте было поменьше. Но все равно трамвай шел мимо нашего завода, три остановки вдоль забора. Это можете себе представить? Это кое-что. Там было черт знает сколько проходных. И вот самое центральное. А продали территорию вьетнамцам, и они там рынок. Они уже строили там в других концах этого завода. Вот этот последний как бы корпус. И я уронил слезу, потому что через эту проходную шли тысячи людей. И все мы были молодые, веселые, сильные. Шли в столовую по лучку, садились, пили водку, ели, кричали, шумели. И все это была кипучая жизнь. Я очень трогательно отношусь к своим рабочим воспоминаниям. Тем более, что я все-таки рабочим был около 20 лет. Вы чувствовали себя именно пролетариатом? Я себя чувствовал, да. И остались они? Особенно, когда я работал вот именно в литейном цехе завода серп и молот почти два года. Я вообще работал на многих харьковских заводах. Да, я думаю, в душе я все равно остался таким... Пролетариатом. Ну, ни буржуазного гражданина из меня не получилось, это точно. Потом я стал, как говорят американцы, артист, то есть творческий человек. Но все равно я не буржуазия. Я какая-то помесь, вот пролетария с этим... С художником. С художником, да, безумно. Маяковский вам в этом отношении как некий пример важен? Да я перерос его. Когда-то мне это все интересовало и нравилось, а потом меня стала раздражать его биография слишком какая-то зависимая. Отлили. Отлили брик, и вообще он какой-то подкаблучник, как называется, оказалось. И вот эта его роль агитатора, трибуна главаря, она уже перестала на меня действовать. А кто для вас важен оттуда? Хлебников? Хлебников, да, был святой и действительно очень важный поэт, настоящий гений XX века. И если наш гений XIX века, Пушкин, там, награжден всеми возможными наградами, имеет все, что можно, то Хлебникова так и не приняли до конца. Его заменили какие-то более мелкие, рзац, поэты. Вот я помню, я приехал в конце 60-х годов в Москву, и здесь все носились, там, троица Цветаева, Ахматова, не помню кто третий. Мандельштам, наверное. Ну, на самом деле, Цветаева, очень скучная, монотонная поэтесса, и только ее трагическая судьба как-то удерживает ее на плаву. Анна Ахматова тоже такого, ну, третестепенного ранга поэтесса. А Хлебникова, конечно, был великий, в него входили все. И если у Маяковского есть поэма «Облако в штанах», там, еще про это, да, то у Хлебникова есть 20 поэм безумных совершенно, «Война в мышеловке», там, великие строки, там, «Воскликнул волк», «Я юноши тело ем», «Мы старцы подумаем, что делаем», и так далее. Это, конечно, жуткая, жуткая, очень мощный поэт. У него эпические поэмы, вообще невероятные мнения. Недооцененные, и, к сожалению, видимо, это уже не поправить. Вы чувствуете свое родство с русским революционным авангардом, вот с этим взрывом довоенным, до Первой мировой войны, и затем с 20-ми годами? Ну, я и был, собственно, я и видел многих людей, я застал того времени. Крученых? Недавно, да, из Крученых я в Москве, потом познакомился в Чебуречной, на углу Сретенки и Сретенского бульвара там. А до этого еще в Харькове я знал Ермилова, Василия Ермилова. Сейчас недавно выставка была здесь, в Москве, в музее фотографии, по-моему, как называется, на Причистенке. И я столбенел, я же его знал, меня привели к нему юноши, и меня произвело впечатление, что он иллюстрировал Хлебникова. И он мне даже сказал, что я хочу вас иллюстрировать, но не пришлось, он умер быстро в 68-м году. И потом я Евгения Леонидовича Кропивницкого знал, он тоже принадлежал к тому, к той эпохе. Он родился в один год с Маяковским. В 1893-м? Нет, в 1893-м. В 1893-м, да. И впоследствии я как-то везде встречал людей крупных своего поколения, знал многих избитников, и Сальваторе Дали видел несколько раз, разговаривал с ним. Ну, в общем, много чего было, да. Ваш псевдоним Лимонов, он в какой-то степени тоже такой? Это Бахчинян придумал, да? Да, нет, это все теперь говорят. Это была литературная игра, и давным-давно никто этому не придавал никакого значения. Просто есть вещи, которые прилипают, знаете, как клички к человеку. Вот они прилипли, а кому-то не прилипают их клички, а ко мне вот прилипло. У нас это в Харькове была литературная игра, все себе давали, избирали такие псевдонимы. Один был Буханкин, другой Одеялов, я вот был Лимонов. Ко мне приросло, а где Буханкин и Одеялов, никто не знает. Буханкин и у вас не вижу. Ну, мне кажется, не человек выбирает имя, а имя выбирает человека. Возможно. Ну, то есть вас, я вижу, некой такой кислотой, которая разъедает какие-то привычные институты. Возможно. Моя мать позднее, когда я уже стал писателем, и меня печатали уже и в России, она сказала, почему ты не взял мою фамилию, у нее фамилия Зыбина, да, прекрасная русская фамилия, но я не догадался, может быть. А вообще, вот, скажем, говоря об этой эпохе, о русском авангарде и, собственно, о русской революции 1917 года, как вы к ней относитесь, ваше отношение к революции? Вы себя, скажем, видите в ту эпоху? Да, я считаю, что это было мощнейшее движение, и, ну, там, Татлин в 1918 году на первую годовщину революции, там, в ноябре, в начале ноября красил со своими учениками деревья в красный свет, листья красили тоже с панилизатором. Посмотрите, насколько великолепно, и сам Татлин, он же в какой-то мере, ну, я не родился в Харькове, но в какой-то мере, я прожил в нем больше 20 лет, и Татлин земляк, конечно, он из Харькова. А кем вы себя видите, если бы довелось родиться на 50 лет раньше, вот, в русской революции? Я думаю, что я был бы, конечно, большим комиссаром каким-нибудь, да. Ну да, я вас вижу. А вы попали под это обаяние революционных 60-х, конца 60-х, когда в Москву приехали все эти комиссары в пыльных шлемах, Акуджавовские и так далее? А что вы имеете в виду? Ну, вот это была вся романтика революции, пробраться к настоящему Ленину. Я приехал в 67-м году, и сразу же стал скитаться здесь по квартирам, тяжело голодал, и мне было не до возвращения. Понятно, не до ностальгирования. Надо было выжить, да, каким-то образом. Хорошо, а в дальнейшем, на Западе, когда уже в каком, в 74-м году? Да, у меня удивительное совпадение бывает в моей биографии. Я приехал в Москву 30-го сентября 1967-го года, простите, и уехал из Москвы, улетел 30-го сентября 1974-го года, ровно через 7 лет. День в день так совпало, да, совпало. Что-то библейское. Но фактически вас выдавили, вас поставили перед выбором, да? Там была сложная история, как потом выяснилось, даже связанная не столько со мной, а как с родственниками, с сестрой моей жены Елены Щаповой того времени. Ну, я воздержусь от деталей, я просто скажу, что да, нас там меня несколько раз задерживали, и грозили посадить, вызывали на допросы на улицу Дзержинская 2, и в конце концов предложили, либо вы уезжаете, либо мы тебя посадим. Но вы просто, как я понимаю, попали под какое-то колесо, вы же сознательно не противостояли системе. Ну, это как сказали, знаете, среди моих друзей в Москве были разные люди, вот даже были, например, такие, как потомственный революционер Владимир Гершуни, да, я очень... СР. Да, СР был его дедушка, но он тоже... Ну, в самом деле, да, внук СР, да. Да, да, и он потом ведь сидел во всех возможных тюрьмах много лет, и вообще был, ну, блистательный в своем роде человек, могучий, сильный. Но вы чувствовали некое противостояние системе в тот момент? Меня, как человека еще совсем молодого и увлеченного искусством, больше, конечно, интересовала вот культурная политика власти. Я был практически совершенно согласен со внешней политикой Советского Союза, А вот эта культурная политика, предпочитавшая политкорректную бездарность талантливым людям, а для меня это была насущная проблема, которую я решал каждый день, я чувствовал, что я очень талантлив, куда выше с моими стихами того времени, рассказами того времени, чем уровень той литературы, которая здесь поощрялась. Я, конечно, ну, как бы, своя рубашка ближе к телу, я прежде всего относился с отвращением к культурной политике. А с Гершуней одно время мы даже жили в одной квартире, и он там ночами, квартира находилась на Уланском переулке, на первом этаже старой школы, и сын бывшего директора этой школы нам оставил эту квартиру, он приходил ночью там, проходил по крыше гаража там и влезал в окно. И все его карманы у него были переполнены, знаете, на папиросной такой тонкой бумаге, отпечатанными в круге первом, все это, мои показания. Марченко, да, и мы с ним спорили ночами. Он пытался меня в свою веру обратить, переобуть, а я сопротивлялся и не хотел, потому что... Вы так и не переобулись в ту веру? В тот момент вы не понимали, скажем, обреченность СССР, неправедность этого эксперимента? Никакой обреченности, я абсолютно уверен, не было. Была проблема элиты, которая безнадежно состарилась и не могла ничем, никем адекватным заменить. Я не считаю, что самоубийство СССР было неизбежным. Я считаю, что это следствие действительно бездарной политики, такого герметизма, когда в элиту не допускались люди извне. И это, конечно, в небезбежное вело. Вот сейчас нечто подобное уже начинает происходить, потому что в нашу элиту... У нас общество застыло в такую кастовую систему. У нас есть касты, которые неразбиваемые. Ну, сейчас это еще не так очевидно, ущербность этой системы. Но я думаю, оно будет очевидно буквально через несколько лет, там, пять. Ну да, оно очевидно станет, видимо, при первых таких внешних системах. Потому что, когда свежая кровь не поступает, это вот результат. А есть и откуда поступить? Вот я очень хотел с вами о чем поговорить. Собственно говоря, о пассионарности. Я не знаю, если вы пользуетесь, не пользуетесь этими всеми гумилевскими терминами. Что в русской нации упала пассионарность. Вот в вас я вижу эту пассионарность. Может быть, в тех людях, которые вас окружают. Но вы как-то создали вот такую вот нишу, но глядя на политический ландшафт последних 20 лет, собственно, даже на эволюцию нашей литературы, нашей музыки, нашей культуры. Я не вижу никаких признаков вот такой вот революционной пассионарности, которая могла бы спасти Россию. Она, безусловно, существует. И я думаю, в первую очередь нужно обращать внимание на провинцию, на людей, на ту молодёжь. Я вот первый в России, кто это заметил, что молодёжь у нас безнадзорна, никто её не поощряет, никто этого не хотел и не делал. И мы взяли себе чудовищный с точки зрения обывателя флаг, красный с белым кругом, с чёрным сверпым молотом, и поняли, я всегда прекрасно понимал, что требуется. Требуются яростные идеи, требуется яростный флаг, и людей пойти за этим было сколько угодно, и сейчас сколько угодно. Видите, нас запретили, и сейчас становится не только для нас, а вообще делать политику оппозиционную, по-настоящему, не опереточную, не ту, которую как бы make to believe, а вот реальную такую политику очень сложно. Во-первых, собственная политкорректность общества, она сдерживает эти порывы, все кричат, зачем вам такой флаг, ну зачем же под таким яростным флагом собрать яростных людей, зачем вам такие идеи, ну именно для этого же, чтобы собрать яростных людей. Я берусь, вот буквально, если бы в день, когда у нас будет определённая свобода существования политических партий, я просто вот открою офисы в каждом большом городе областном, и с моими флагами, с моими идеями я буду в течение шести месяцев, будет самая массовая партия в стране. Без сомнения. Я был много лет, как вы знаете, ещё был редактором газеты оппозиционной, которую назвал именем Лимонко. Пять лет я был, почти шесть. Потом я передал это другим. Но мы получали письма со всех концов страны, и я вдруг убедился, что как много яростных, сильных людей, ну, конечно, тоже ошибающихся, завихряемых так вот идеями и бременем, но их необыкновенно много. Это сильный такой сквозняк, ветрило дующий. Просто, видите, когда власть стала имитировать вот то, что я делал, да, когда... Имитировал молодёжные движения. Господин Сурков, да, когда в 2005 году стал создавать движение «Наши» и прочее, прочее, но они создали всё-таки ручное движение, там не было этого сквозняка, там нельзя было делать то-то, то-то, то-то. У нас было делать всё можно. Мы выпускали газету с такими, значит, на грани фола лозунгами, у нас были вертикальные лозунги, там, на выборы 96-го года, там, лозунг. Россия опять дала Ельцину, а на следующей странице фотографии там Зюганова, а этому не дала. Ну, и так далее. Мы на первой странице там огромная фотография костлявой старухи с жуткой, совершенно голой, стоящей на койке. И писали, вот Россия, там что-то, это Россия, она говорит то-то, то-то. Потом мы публиковали семью Черномырдина, все толстые морды, все сидят, там их семейная фотография. И, сейчас не помню точно, не ручаюсь за надпись, но там, ты хочешь знать, у кого твои деньги, твои деньги вот у них, там, и прочее, прочее. Мы публиковали там фотографии лидеров Евросоюза и писали, это людоеды, смотрите. Но сейчас, Эдуард, этого сделать вы не смогли бы. Мы сейчас это не смогли бы, да, конечно. То есть в тот момент было больше свободы. Ну, конечно, конечно, 90-е годы были в этом смысле, никого не успели закрыть. В 93-м расстреляли парламент, убили русскую демократию, убил ее Ельцин. Это надо понимать жестко, а не разводить там какие-то сиропные слюни о том, какой он был демократ. Убили русскую демократию в ночь с 3 на 4 октября 93-го года. — Эдуард Лимонов у нас в гостях, рассуждает о демократии, революции, судьбе России, судьбе искусства. Вернемся после небольшой паузы. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня у нас в гостях Эдуард Лимонов, писатель, публицист, политик, революционер. Хуже Пугачева, блондовщик хуже Пугачева. Не знаю, как вам такое определение, нет? — Пугачев, прежде всего, надо знать, кем был Пугачев. Он был профессиональным солдатом, контрактником по-нашему. И с 17 буквально до 29 лет он воевал. И воевал за границей. — У казаки солдаты удачи. — Нет, он воевал, например, в Семилетней войне. А знаете, что такое Семилетняя война? В Семилетней войне он был не адъютантом, но он был денщиком генерала Маслова, такого казачьего генерала. И вот я предпринимал небольшие исследования. В Семилетней войне невероятные люди со всей Европы принимали участие. Знаете, среди прочих, Маркиз де Сад, молодой. Молодой и совершенно безбашенный. И вот я как-то пытался проследить. Вот интересно, встречались ли они? Возможно, встречались. Я просто читал материалы, еще живя во Франции. Это необыкновенно интересно, понимаете? — Слушайте, да, это такой сюжет. — Мне кажется, они встречались. Да, а дальше... — Такой сюжет. Пугачев, де Сад, Екатерина, эпоха просвещения. — Не, ну вы знаете, например, есть сюжеты тоже из нашей новейшей истории. Например, Вена, да? Вена, 1915 год. И там есть газета, единственная газета, Арбайтен что-то. Я немецкий, к сожалению, не знаю, французский, английский знаю. Ну, что-то, в общем, рабочая газета социалистическая, которые публиковались и приходили туда. Я, в общем, скажу, и вы упадете в обморок. Там, значит, публиковались Троцкий, Сталин, Гитлер. Вот эти все люди, да, они там оттирались, они были. Это не просто еще есть Кабаре-Вальтер в Швейцарии, где Муссолини, видимо, тоже сидел. И там же, и туда же приходил, приходил в Цюрихе, приходил Ленин. — Фрейд там не печатался? — Есть места, нет, ну есть места в мире, которые очень как-то это, вот, притягивают вот такие странные вещи. — Вот, кстати, раз мы заговорили об этой эпохе, о Вене, ну, может быть, немножко раньше, о немецкоязычном мире, как вы относитесь к фигуре Ницше? Для вас Ницшеанство значит что-то? — Я сейчас вот как раз пишу текст о Ницше. То есть у меня есть книга, там уже есть ряд биографий, я их публиковал, там, в том числе и в журнале GQ, большие, я их публиковал в серии «Иконы стиля», куда они, может быть, даже не очень принадлежат. О молодом Карле Марксе, о Бакунине, ну, это такие биографии, конечно, это не книги огромные, да, но я просто отбирал то, чего читатель нормальный не знает об этих людях. Самые интересные вещи о том, как, вот, например, у Маркса конфисковали, значит, его описали имущество, у него там колыбельку дочери даже описали, которая через два года умерла. Там такие, есть очень бросающиеся в глаза интересные вещи. Есть репутация Бакунина, считается, что он там участвовал в одиннадцати революциях. Я прожил всю свою жизнь где-то до шестидесяти с лишним лет и не знал, что на самом деле нет, он всё-таки не участвует, наши историки раздули, он всё-таки где-то там оказался в дороге, приехал, там революция уже кончилась, а здесь он был там вообще на каких-то пятых ролях. Что не умаляет его фигуры. Потом, например, интересно о Бакунине, что он на самом деле националист скорее, он анархист в последнюю очередь. Он просто был одним из идеологов панславизма и как таковой всю свою сознательную жизнь в основном эту идею защищал. Он не был и гораздо в меньшей степени, но он был анархистом. Так Ницше мы начали с Ницше. Ну вот, интересно сочетание вот этой абсолютной болезненности. Он же страшно больной весь, разбитый к чёртовой матери, робкий человек. Вот есть его воспоминания, это девушки, которую он хотел завоевать, 20-летней в то время, Лу Соломе, дочери немецкого, фактически, генерала на русской службе. И есть воспоминания, она говорит о нём как о таком робком, пугливом, чрезвычайно интеллигентном человеке, который входил в комнату и сразу же искал кого-нибудь, на кого бы опереться хотя бы взглядом. То есть он был очень совершенно... И вот этот человек с идеей сверхчеловека, да, появляется с этой идеей. Очень, конечно, невероятно странный. И конец такой жутко печальный. И его этот человек поедал, ну, как о профаге, вы знаете, и всё, да, и... И там не узнавал никого, не мог ничего понять. Но, однако, его устами говорил 20-й век, по сущности. Ведь вот к идее сверхчеловека и, собственно, ваши вот эти, вот, я не знаю, постоянные такие стремления к некой войне, к завоеванию, к таким вот... Через Ницше проходит дорога от немецких романтиков к Гитлеру. Но она начинается, даже, знаете, она начинается у Гёте. Впервые термин сверхчеловек употреблён у Гёте. Сразу же, по-моему, в первом акте, там есть, когда Фауст вызывает духа Земли, и потом пугается его, говорит, уходи, я... Дух Земли говорит, ты звал меня, сверхчеловек. Чего же ты, вот, мол, испугался? Ну, впервые, впервые. Это где-то, ну, Фауст закончен, там, 1832-м. Ну, вот уже появляется, да, первую сцену, он, по-моему, написал намного раньше. И уже есть термин «есть». А потом появляется Ницше со своим сверхчеловеком. А, конечно, где-то уже за кулисами, так, где-то тень Гитлера проходит он там. Гитлер начинался у немецких романтиков. Это совершенно точно. Но и Ленин тоже, в общем-то, из Ницше во многом идет. Вы не находите? Некое практическое Ницшеанство. Нет, нет, Ленин, знаете, с Лениным я вот о нем писал несколько раз. И когда сидел в тюрьме, писал. И писал позже. Мне Жозел предлагал в свое время написать его биографию. Ну, я думаю, я не способен на такой, как бы, ну... У меня рождаются такие идеи, которые я... Они очень потом оказываются верными и оригинальными. Это у меня есть, я думаю, я так считаю, что у меня есть дар мгновенного понимания, да, того, что как это вот складывается. А там детали биографии. Ну, в каждой биографии есть очень много искушного такого. И вот я вот о Ленине, знаете, я что раскопал. Вот я думаю, я единственный, может быть, я не читал, во всяком случае, такой идеи, что он на самом деле уехал. Он уехал в 1900 году, 30 лет от роду. После... Он находился в заключении где-то два года, по-моему, и... Меньше меня, кстати. Два года, и потом ссылки. Три года. И он сразу убежал в Европу. Он, знаете, убежал с одной определенной целью. Он считал свой интеллект, что у него огромный интеллект, что правда, конечно. И он хотел стать... Он хотел сменить Маркса. Он хотел стать таким гуру мирового социалистического движения. И вы заметите, если вы знаете работы Ленина, многие из них посвящены полемике с ныне никому неинтересными. Там, вы знаете, Бернштейном, там Каусским и прочее. Он, более того, если вы читаете его тома собрания сочинений, там его письма, он постоянно воюет с западными теоретиками социализма. Да, он его интересует, что решили шведские молодые социалисты на своем съезде, что решили в Женеве, что решили тут. Он очень хотел, очень хотел. Но ему нужно было представлять кого-то. Он же... Было лучше представлять. Знаете, как Нечаев в свое время, Нечаев, друг Бакунина, приехал и сказал, что он представляет там целая огромная разветвленная сеть заговорщиков. И Ленин решил себе завести партию. Они назывались секцией искрабцев, вы помните. Он ее в основном... Это очень смешная была секция, потому что она в основном состояла из родственников Ленина и людей вокруг этого. Это не умаляет его значения. Кооператив в озеро. Нет, он значит, он великий человек. Он правильно решил, надо, чтобы была Российская социал-демократическая партия. Жене была. С этой целью, собственно, это все и создавалось. И революции в России он никак не ожидал. Он относился... Его заставило вздрогнуть революция 1905 года. Он промедлил, приехал слишком поздно, когда все уже кончалось. Он где-то там какие-то лекции в никому не нужных кружках почитал и уехал разочарованно. И потом решил, что ничего не будет. Никогда. И его действительно ничего не ожидал. Его застала врасплох. Это вторая русская революция. И он понял, что в 1905 году он опоздал. И надо мчаться в Россию немедленно. И он, интересно, как... Он пытался перелететь через войну на воздушном шаре. Он хотел проехать через Германию в виде глухонемого шведа. Просил достать ему документы. И все, он понимал, что это необходимо. И он знал, что он способен это все сделать. И он уже в этот момент, извините, как сейчас говорят, забил эту роль свою. Он не хотел уже стать Марксом. Но изначально он хотел. Я об этом написал отличные три куска таких вот. Просто опираясь, когда я сидел в тюрьме, у меня было время. И я там копался в этом полном собрании сочинений. Мне там зэки притащили такие. И я раскопал, я проследил, я даю там цитат огромное количество, что да, вот смотрите, он совсем о России не думал. Но любая интеллектуальная деятельность так или иначе, если посмотреть этот одиннадцатый тезис о Фейербахе, она так или иначе должна иметь практическое применение. Ведь вы, скажем, себя видите, вот с самого начала, что вы сказали, я не революционер, потому что я ничего не сделал. Я нет, я говорю, я не сделал много, да я не сделал революцию. Ну, в смысле, да, это да. Для вас нужен вот этот практический выход в вашей революционности? Конечно, безусловно. У меня был свой какой-то определенный план, я его вот изложил где-то в районе 80-го года, есть у меня книга «История услуги», и там есть, как бы вот на определенных страницах, там есть, значит, вот «Чего я хочу?» Ну, не я, но хотя бы герой. Ну, вы знаете, написано в 80-м году, и там все, основать партию, там, газету, там, и так далее, и так далее, религию, и так далее. Я практически все выполнил. Революция, как вы считаете, возможна в нынешней России? Я думаю, неизбежна, знаете, потому что у нас нет эволюции. У нас... Стагнация. Нет, причем у нас ни в коем случае... Это наша историческая такая вот, видимо, вызванная русским характером таким неупрямым и не... У нас сейчас такой консерватизм дикий, после которого революция просто неизбежна. Другой вопрос, какой она будет? Какой она будет? Но эволюция уже не состоялась, мы видим. Вот мы видим, что усилиями нашей власти, то есть вот тандема, там, как ни назовите, там, группы лиц, там, сколько их там, не знаю, тысяча, две, три тысячи человек, ядром которых является Владимир Владимирович Путин, они не согласились на эволюцию. Они могли это проделать. Путин, ну, 12 лет у власти, он мог за это время... Теперь мы видим, что нет, уже эволюции не будет. И за это время, вот, которое они будут еще сидеть у нас на шее, я почему так говорю? Потому что на шее не в самом, не в переносном смысле, а в прямом. То есть за это время не развелись какие-то судьбы. Миллионы людей не состоялись. Опять же, коротко сошлюсь на эту кастовую систему, которая застыла. Да, у нас сын олигарха будет непременно олигархом, а сын работяги почти неизбежно будет работягой. Ну, средневековое общество, фактически. Да, средневековое. И поэтому революция неизбежна, потому что не состоялась эволюция. Не состоялась. Вот определенная группа лиц воспротивилась революции. А может быть, это контрреволюция сейчас идет? Путин, это термидор? Ну, если была революция, то... А была она, как вы считаете, 91-й год? Была революция? Была. 90-е вообще. Да, буржуазная революция случилась. Она случилась и в экономике, и кадровая буржуазная революция совершилась. Конечно, и Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев просто представители конкретной буржуазного класса. С опозданием, может быть, на весь 20-й век, да? Да, да. То, что не доделали в 17-м году. Очень поздно. Даже не то, что надо на весь 20-й век. Вы знаете, все основные буржуазные революции во всех передовых европейских странах совершились уже во второй половине 19-го века. Но Россия всегда опаздывает настолько. Россия, да. Почему ее называли жандармом Европы? Потому что вместе с такой же приблизительной Германией они в своем социальном развитии отстали от мейнстрима. Хорошо это, плохо. Это уже другая история. Просто все уже жили по другим стандартам, а они продолжали жить по этой... Ну да, да. Более-таки поздние модернизаторы уже. Ну, Германия с Бисмарком рванула вперед, а мы хотели было в начале 20-го века, да, обломилась. У нас не было ни Лютера в религии, ни Бисмарка, ни... Вот... Однако это не помешало нам, знаете, вот оказаться первой европейской державой и второй мир по счету, или там первой одной из двух мировых держав к 45-му году. Вот раз мы так уже заговорили широко о философии истории, вот предположим, что совершилась революция, завершился некий очень крупный цикл, который включает в себя там и 91-й, и 93-й год, и путинское правление. Россия станет западной страной? Это вот большой вопрос. Вот как ваше ощущение Запада? Вы же критик большой. Запад находится в своем не лучшем состоянии сейчас. На мой взгляд, и вообще вся планета находится не в стадии либерализма. Почему? Очень просто. Потому что истощились вот эти запасы на планете, да, истощились, заканчиваются. Вот считается, есть теория, по которой приблизительно все закончится к 2030 году. Все, и пресная вода совсем не будет, и запасы там сырья иссякнут, и, может быть, даже и быстрее. Значит, на чем была основана вот и позитивизм, и вообще вся вот эта философия эксплуатации планеты. Это философия эксплуатации планеты. Давайте ее как можно больше. И сама вот система, при которой мы живем, западная система, то есть производство потребления, производим и потребляем, она идет к концу, это неименуемо. Сейчас кажется, якобы вот нам пытаются выдать за просто один из кризисов, на самом деле глубокий кризис цивилизации, производства потребления. На самом деле, вот то, что сейчас происходит и с Европейским Союзом, что, видите, уже... Это не работает. И с этими безумными катастрофами, очень неприятными, катастрофа в Фукусиме, катастрофа в Мексиканском заливе, это же нам как бы делается вид, что вроде все это все прошло и кончилось. Все началось сначала. Птицы летают, да ничего, не летают, птицы угроханы там, там нефть везде залила все, что можно. Это долгосрочная катастрофа. То же самое с Фукусимой. Я помню, я... Сколько было негодования, я у себя в ЖЖ на следующий день написал, что это катастрофа, катастрофа, что там течения разнесут эти ядерные отходы. Нет, никто со мной не соглашался, а потом вдруг стали повсюду публиковаться сведения о том, что японское правительство скрывает размеры катастрофы. У нас русский человек, он считает, что только его правительство плохое скрывает, а все другие просто великолепны, честные, честные. Ну как же эти японцы, у которых такие великолепные самурайские традиции, и которые мастера экибаны, кабуки, и все, и вот они скрывают. Конечно, они врут, как и все. Они врут, как и все. Планета переживает кризис. Это даже не экологический только кризис. Ну цивилизационный. Цивилизационный, да. Самой цивилизацией расширение потребления. Да, что нам придется прогресс, если не отменить, то его придется постепенно свертывать. Утопия. Мы живем давно в утопии. И вот эту утопию придется уменьшать и в размерах, и у нас уже на планете 7 миллиардов. Я еще думаю, чтобы буквально какие-нибудь еще десятилетия, там полтора, и будут просто бороться со стариками и старухами. Я в свое время написал книгу, ну не очень удачную по форме, но совершенно, по-моему, верную по содержанию. Это пункт 316 В, согласно этой недалекое будущее, когда, значит, людей, достигших 65 лет, за ними охотились, как бы убирали их. Ну как это было, да, в самых примитивных обществах, когда стариков сажают на пальмы и трясут. Людей слишком много. На мой взгляд, вообще, вот в свое время маленькая Греция дала за какие-то несколько сот, имеется в виду древняя Греция, то, что мы знаем, как древнюю Грецию, она дала за несколько сот лет более 500 гениев миру. 500 гениев. То есть, на самом деле... Много людей не надо. Да, много не надо. Я вот даже думаю, что, например, на континент по миллиону людей было бы вполне достаточно. Вы считаете, надо сокращаться? Меньше детей рожать? Ну, я не могу предложить своей стране, которая... Ну, не предлагать, а, в принципе, на человечество глядя. В принципе, я думаю, что в будущем это, несомненно, станет одной из целей нашей цивилизации. Сокращение, драматическое сокращение разжидаемости. Не просто там, а драматическое. Вот этот вот кризис для вас стал понятен, когда вы на Запад приехали. Я вот вспоминаю вашу книгу «Дисциплинарный санаторий». Да. Такая фукадианская, фактически. Я считаю, что книга недооцененная до сих пор. Когда я ее написал, я ее показал всяким французским людям. А вы Фуко читали? Да, я немного... Это повлияло на книжку? Немного. Нет, в то время я не читал Фуко. Но я считаю, Фуко слишком много. Он много рассуждает, хотя и интересно. Скорее интересно, может быть, десяткам или сотням таких, как я, и, может быть, вы. Я не знаю вас хорошо. Но, тем не менее, нет, я более просто рассуждал. Я вот работал с тем, что было вокруг меня. И книга эта написана как критика романа известного бестселлера Джорджа Орвелла, 1984 год. И потом я вот пришел с самым таким неожиданным выводом. Там есть теория мягкого насилия, о том, что сейчас уже нет необходимости ни в каких там концлагерях. Людьми можно управлять с помощью мягкого насилия. И что вот эта вот западная цивилизация сегодня — это цивилизация мягкого в основном насилия, которая совершает время от времени удары выборочные за пределы своей цивилизации. Ну, я считаю, что эту книгу я писал в 1988 году. Она была преждевременна до того времени. Ну вот, раз мы так уже широко говорим, вот все это история Совский, кризис современной цивилизации, видимо, будут искаться какие-то выходы. Россия может предложить в этом кризисе какую-то свою собственную идеологию, свой путь выхода? Россия может стать гробокопателем прогресса, как я уже сказал. И, наверное, это тоже благородная вещь. Мы им по своей, и по темпераменту, и по всему мы подходим в роль как раз могильщиков прогресса таких. Ну, как Чаадаев говорил, да? А это, знаете... Преподать миру страшный урок. Да, но это благородная, кстати, идея. Вот за нее потом потомки будут благодарны. Это не... Но мы своим телом пожертвуем при этом. Почему обязательно? Вполне вероятно, что мы будем даже победителями из этого всего. Почему нет? Знаете, почему-то считается... Вот наша интеллигенция почему-то считает, что у России несчастная судьба. Я, напротив, считаю, что у России просто удивительно счастливая и великолепная судьба. Посмотрите, сравните Польшу и Россию. В 16-й век, там, 17-й век. У нас было меньше шансов, чем у какого-то княжества литовского. Господи! Как мы сумели закрепиться в этом... Между Западом и степью. В этом колыбели, в этой вот нации нашей, центральной России, как мы там сумели... Ну, за счет каких потерь людских? За счет какой мобилизации? Ну, а что потери, знаете, в свое время, там, какая-нибудь бубонная чума, там, черная смерть, пол Европы вымирала зараз, люди потом опять вырастали. Это не цинично, это реальность то, что я говорю. Я говорю, что, к сожалению, мы не живем вот этими страшными подсчетами, да, гибели, там, массы. Это трагедия для каждого человека, для его близких, там, и так далее. А, к сожалению, вот мрачная такая история, да, она ведь живет с портретами великих извергов на стенах, там, вот, Петр Первый укрупнил, ну, сколько он положил на один Петербург трупов, или там, Сталин там сделал то-то, Жуков сделал то-то. Ну, да, никто не считает вот этих вот. Ну, да, ну, блистательный Наполеон тоже оставил несколько миллионов на полях сражений. Да, да. Ну, что ж, время, наш час в эфире пролетел совершенно незаметно. И я благодарю Эдуарда Лимонова за участие в нашем разговоре. И, вы знаете, вот очень интересно, я подумал, здесь мы говорили о Фаусте, вот этой фаустовской культуре, которая, может быть, суть европейской культуры, суть европейской цивилизации. Да. Ну, я не знаю, есть ли фаустовское начало в России, но, по крайней мере, вот то, что я вижу, передо мной сидел, сидит такой фаустовский человек, который обладает неким рецептом вот этого дерзания и, может быть, даже рецептом вечной молодости. Эдуард Лимонов, революционер, писатель, публицист и гость программы «Археология». Спасибо. Спасибо за вечную молодость. Будем стараться. За пультом Иван Куприянов, продюсер программы «Дина Трубовская». Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.